Привет, Хочу Знайки! Сегодня будет слегка необычное видео, но оно вам точно понравится, поэтому устраивайтесь поудобнее и смотрите! Если вы очень боитесь лягушек, то такое открытие вам не понравится. Лягушек довольно сложно заметить на болотах из-за их окраса. Эту лягушку обнаружили в 2016 году в болоте в Новой Гвинее. Большинство видов лягушек зеленого цвета, но кожа этих шоколадно-коричневая. Из-за чего их прозвали шоколадными лягушками. Да, может быть, это лишь маленькая амфибия, но она может рассказать нам многое об истории Австралии и Новой Гвинеи. 10 тысяч лет назад Австралия и Новой Гвинея были соединены сухопутной частью. Считается, что процесс расхождения признаков у шоколадных и зеленых лягушек произошел примерно 2,6-5,3 миллиона лет назад. Территории Австралии и Новой Гвинеи отделились друг от друга из-за подъема уровня воды. В результате адаптации к разным условиям лягушки начали развиваться по-разному. К сожалению, информации о шоколадных лягушках очень мало. Сейчас в болотах обитает много крокодилов, что затрудняет поиск этих лягушек. Возможно, кроме необычного цвета у них есть еще и другие особенности. Представьте, что вы идете рядом с болотом и вдруг натыкаетесь на это. Какая у вас будет реакция? Сказать честно, мы бы испугались. Подумали, что столкнулись с чем-то сверхъестественным. Эти скульптуры выглядят очень реалистично, и они действительно напоминают что-то инопланетное, на самом деле это же просто инсталляции. Скульптуры можно увидеть в заповеднике, расположенном в заливе Морбиан во Франции. Создает их скульптор по имени София Прести Джакома. Проект называется Homo Algus. Сделаны эти болотные жители из грязи и водорослей. Цвет, текстура и внешняя оболочка персонажей Прести Джакома меняются с течением времени вместе с естественной средой, частью которой они являются. По мере смены времен года и изменения температуры, скульптуры тоже меняются. Выглядит удивительно. Вот это настоящее искусство. Вот одно открытие, связанное с амфибиями. Это, пожалуй, одно из самых загадочных и пугающих открытий за всю историю. Археологи обнаружили древнюю ловушку, а в ней нашли сотню окаменелых лягушек. Удивительно то, что не было понятно, по какой причине погибли лягушки. Исследования показали, что они были абсолютно здоровы, поэтому совершенно непонятно, по какой причине они погибли. Ученые полагают, что лягушки, населявшие эти места 45 миллионов лет назад, собирались здесь, чтобы спариваться. В это время в этой местности было болото, граничащее с Северным морем в Германии. Погибли лягушки не вследствие болезни или нападения на них хищников, но это могло произойти по причине наводнения. Во время спаривания самцы лягушек находятся сверху, так что самки могли утонуть, находясь под водой. Но, к сожалению, выяснить, принадлежат ли окаменелые останки особям женского пола невозможно. Так что конкретного ответа на вопрос, почему погибли эти лягушки, у нас нет. В древних болотах Китая около 6,2 миллионов лет назад обитало существо, похожее на выдру. Весило оно около 50 килограммов и размером было больше волка. Это, пожалуй, одно из самых пугающих существ, которые жили в прошлом. Помимо внушительных размеров, у создания были еще и очень крепкие челюсти. Согласно результатам исследований, описанных в научных журналах, его челюсти были в 6 раз крепче, чем у других животных такого же размера. Что делает его одним из самых громадных хищников, обитавших в болотах? Это существо могло бы с легкостью расколоть панцирь черепахи. Для него это так же просто, как для медведя поймать рыбу. Открытия таких видов животных вызывают очень много вопросов. Каким образом появились эти животные? Что это за мутации? Почему они выросли такими огромными? Помогали ли им их размеры выживать на суше или в воде? Кто знает, какие еще удивительные существа обитают на нашей планете? В 1950 году мужчина по имени Пит Каттерс обнаружил голову человека в городе Салькиборг в Дании. Голова настолько хорошо сохранилась, что сначала мужчина подумал, что это труп человека, которого недавно убили. К счастью, это было не так. Мужчина, чье тело было найдено в болоте, прозвали человеком Истолунда. Это одна из самых уникальных находок в Европе. Прошли десятки лет с тех пор, как тело этого человека Истолунда было обнаружено, но более детальной информации о нем появляется только сейчас. Ученые просчитали, что жил он в IV веке до нашей эры, в эпоху Железного века. У него на голове был остроконечный кожаный головной убор, талия подпоясана ремнем. Выражение лица у него было довольно озлобленное. На шее обнаружили веревку. Из чего можно сказать, что он мог умереть в результате жертвоприношение. Недавно мы узнали еще один интересный факт об этом человеке. Очень вероятно, что в день своей смерти мужчина ел на обед кашу и рыбу. Как же это удалось узнать? Его тело настолько хорошо сохранилось, что ученым удалось исследовать остатки пищи, которую он употреблял перед смертью. Удивительно то, что его тело осталось практически нетронутым, хотя человеку Истолунда уже около 2400 лет. Ученые также смогли разобраться в составе каши, которую он ел. Вам наверняка интересно, как готовили кашу 2400 лет назад. Состав каши был таким. 85% ячменя, 9% сырника под названием персикария, 5% льна и 1% других семян. Помимо еды в пищеводе человека было обнаружено еще кое-что помимо. Яйца паразитов. Это довольно частое явление. В прошлом люди ели недоваренное мясо и пили грязную воду. Представьте себе сцену из мистического романа, действие которого происходит на болотах Пита в Ирландии, где рабочий вместо горючего натыкается на нечто иное. Это история об останках человека, найденного в городе Кашелл в Ирландии. Эта находка стала довольно ярким событием в истории. Изначально ученые считали, что останки принадлежат женщине, которая жила 2500 лет назад. Затем в результате исследований было выявлено, что они принадлежат мужчине и датируются 2000 годом до нашей эры. Сейчас подобные находки уже не считаются чем-то невероятным. За последнее десятилетие было найдено несколько тел в болотах на севере Европы. В отличие от других людей, у этого мужчины была целая кожа. Довольно редкое явление для тела такого-то возраста. Сейчас кислотность в болотах очень высокая, что позволило коже также хорошо сохраниться. Благодаря таким находкам в болотах мы узнаем много нового о наших предках. Дальнейшие исследования позволили получить еще больше ценной информации. В результате радиоуглеродного анализа было выявлено, что этому человеку около 4000 лет. Это значит, что он жил в период раннего бронзового века. Кроме того, была проведена компьютерная томография. Ее результаты были следующие. Множественные переломы костей, в том числе переломы руки и позвоночника. На теле были порезы, а на спине шрамы от топора. Рядом с останками мужчины нашли топоры, которыми и могли быть нанесены эти удары. Ну вот, как мы и обещали, видео было интересным. Увидимся завтра и не забудьте подписаться на канал, если вы еще не подписаны.